Добрый день! Хочу поделиться нашими успехами, удачами после 9 сеансов с Давидом. Чудо пришло день на 4 после сеанса. Мы гуляли с Софией на площадке, и там была качеля, на которой надо кататься вдвоем. Она всегда там катается категорически одна, а с другой стороны я руками просто катаю. Ну вот эта, которая вверх-вниз. Если даже там кто-то и садился, или брат, или кто-то еще, то она либо сразу начала вставать и уходить, либо так терпела, но недолго, а потом уходила. На этот раз покатался там мальчик, чуть младше нас. Я думала, София сейчас опять не захочет. Ну она каталась, каталась, смотрела на него, потом он устал и ушел. Она решила тоже слазить, ну думаю, надоело, я ей помогла слезть. Она подходит к мальчику, к этому, и, значит, пытается его зарулить на эту качелю обратно. Сначала за руку, потом полностью, весь корпус его туда тянула. Она пыталась это все перевести на человеческий язык, чтобы научить. Ну и мальчик тоже был неговорящий, еще маленький, чтобы Соня знала, как это все словами произносится. Мол, давай дружи, давай кататься, за ручку его берем. Вот такой у нас был впервые контакт с детьми на площадке. Да, вообще, где бы то ни было, такого, если и были какие-то единичные случаи, то несколько месяцев назад. Также у нас продолжается большая радость, когда приходит папа. Я говорю, папа пришел, старший бежит, нормотипичный, София тут же бежит, обнимается. Как-то мы гуляли на улице, и папа зашел только в нашу улицу, только повернул. Я говорю, о, наш папа, то есть тут же была молниеносная реакция, понимание меня, она заулыбалась, побежала в сторону папы, бежала долго, пока они не встретились, не обнялись. Обычно, когда к ней обращаешься, то полное такое ощущение, что она тебя не понимает, либо не хочет понимать, либо игнорирует. А тут было такое молниеносное понимание, что папа... Также, когда пришел дедушка раньше, ну, пришел и пришел, Соня могла себе мимо проходить. А этот раз она была в шкафу, спряталась, дедушка пришел, разговаривал с нами, сидел. Она вылезла со шкафа и побежала к нему обниматься. Тоже замечательные такие у нас проблески есть чудесные. И еще вот буквально сегодня, недавно, как я позвонила Давиду, к сожалению, не ответил. В этот момент Соня играла с братом, со старшим, с Данилом, и ударилась. Она всегда до этого бежала ко мне, я ее жалела, дула, целовала, обнимались мы. Сейчас брат был ближе, я была в другой комнате, но я видела, что они делали. И брат повторил мои действия, то есть она разрешила, подпустила его к себе. Раньше она его просто отпихивала, кричала, убегала. Он сейчас ее пожалел, обнял, она дала себя обнять, бежалась к нему. Это была такая идиллия со стороны, прям на сердце так похорошела, потеплела. Также мы еще им сделали балансир, для того, чтобы они учились удерживать равновесие. Мы прочитали, что это для мужичка полезно, и на балансире мяч хорошо ловить, или там что угодно делать. То есть несколько действий одновременно. И равновесие удерживаешь, плюс какие-то еще умственные задачи решают. Это, мол, полезно. И в первый же вечер София встала на этот балансир после попытки со мной, попытки с братом. Через 15 у нее отлично получилось удержать равновесие, всяких проблем. Так что тоже замечательная у нас новость. Вот за что мы очень благодарны Давиду, Йосефе. И желаем всем радости, счастья и замечательных успехов. Всего всем доброго!